Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Оксана, и я рада приветствовать вас на моём канале Страна Мурляндия. И мы, как всегда, начинаем начинать. И сейчас я сделаю обзор на видео Эдуарда Дамяна «Три дня из Нового года». Всё понятненько. Заболел Эдуард. Ну а что вы хотели? Он думал, что он горячий парень, когда в одной футболочке очищал лестницу и двор от льда. Помните, да? А потом хорошенько отметил встречу Нового года. Это ж надо было додуматься отмечать Новый год в этой коморке Папы Карла, которая далеко от кухни, от воды, разгорячённой, трава не расти, стал относить с первого этажа большого дома со своей коморки. Все блюда, которыми был уставлен новогодний стол, через холодную улицу в маленький домик на кухню. Ну вот и набегался. Судя по его обычному поведению, бегал он всё в той же футболочке. Болезнь не заставила себя ждать. И вот теперь он сидит, кашляет, температурит. Ну если в семье уже есть один больной человек. Элина же заболела на Новый год. Соответственно, вирус есть уже у всех. И стоит только организму переохладиться. Иммунитет ослабевает, и вирус вырывается наружу. И начинает шуровать так, что мало не покажется. Вот и пожалуйста. Температуру не мерил, Гульнас рукой пощупала. Говорит, что поднялась. Выпил шипучку аспирин плюс парацетамол. Но неужели у вас нету градусника? Разве так можно? Сейчас вирус настолько актуален, что жить без градусника, это просто себя не уважать. Гульнаска спешно собирается. Заедет к ним отзор с Наирой. И поедут кому-то на день рождения. Гульнаска уже приготовила подарок. Бутылку вина и коробку конфет. А я вот думаю, ну это нормальные люди. Дом полон больных заразных людей. Нет. Мало того, что за ней заедут, так еще и повезут ее. Кому-то в дом полный армянских родственников. Молодцы, конечно. Ну что ж, я не удивлюсь, если все армянские родственники скоро слягут с температурой. Ну и кто их умными назовет? Жалуется Эдуард, что коты объявили забастовку. И грызут в кухне маленького дома все, что плохо лежит. Все вокруг переворачивают. Свой новогодний подарок от Гульнас Эдуард так и не раскрыл. Хочет нам потом сюрприз сделать. И пошел в свою берлогу на первом этаже болеть. На следующий день уже как огурчик, как обычно. На своем посту возле лестницы в гараже. Вчера была температура 39, а сегодня ему уже полегче. Гаечным ключом раскручивает насос для отопления. И тут Гульнаска задает вопрос из ряда вон выходящих. Насос поставим, если твои инструменты уже такие не нужны будут, да? А то у нас вот у гаража вот все надо убрать, иди к вам. А куда инструменты делать? Нет, просто ты обычные ящики закрываешь и компактно сюда все убираешь. Я думаю, что по его взгляду можно все понять, что он в этот момент о ней думает. На улице, говорит, теплынь, как будто бы весна пришла. До такой степени воздух прогрет. Объясняет своим зрительницам, каким образом нужно ставить насос в систему отопления. Ну мало ли, может быть кому-нибудь пригодится. А насос-то нужно в электричество включать. Поэтому пришлось ему подключать удлинитель. Представляя, если он так любит учить зрительниц, то чему он только не научил уже свою гульнаску. Она безропотно его слушает и соглашается со всеми его доводами. Задает ему наводящие глупые вопросы, и Эдуард терпеливо ей все разъясняет. Как насос будет работать, а как не будет. Но на всякий случай Эдуард нас предупреждает, что без воды насос включать нельзя. Хотел включить его на вторую скорость, но гульнаска протестует. Может не надо, а? Ладно, ставили на первой. Так что все работает прекрасно, а по надобности можно будет и совсем его отключить. Затем уже на следующее утро Эдуард сидит на кухне, пьет чай. И вид у него, конечно, болезненный. Работа ждет. Вот попьет чай, поедут за гипсокартоном. Хотят его порезать на куски, чтобы хоть как-то его транспортировать. Ведь Анзор уже с машиной не помогает. Седают, ну когда же эта зараза уже пройдет? Уже вторую ночь спит мокрый. У гульнаски тоже глаза покраснели, горло першит. Но чего не хотели? В одном же доме живут. На завтрак только печенюшки и чай с лимоном и медом. Знаете, что мне не понравилось? Что Эдуард лезет своей ложкой в общую банку меда. Я категорически против такого подхода. Ты что, здесь один живешь? Вот благодаря тому, что все едят с одной банки этот мед, то все и заражаются этим вирусом. Есть же специальные креманочки для меда. Но это уже совсем не позорьтесь. Да даже положи его в самое маленькое блюдце, если у тебя больше ничего подходящего не найдется. Затем распилили гипсокартон на две части, погрузили в машину, везут. Температура на улице 15 градусов и выше, ребята. Затем уже дома Милена рассказывает, что их кот-кабанчик через окно разговаривает с котом Мурзиком. Но это я уже сама догадалась, потому что то, что сказала Милена, на самом деле я ничего не поняла. Она так своеобразно говорит, это не для моих ушей. А, теперь понятно, почему их коты устроили революцию. Ревнует к уличному коту Мурзику. Вот и бесится. Эдуард говорит кабану, вот выйдешь на улицу, по башке получишь от Мурзика, сразу успокоишься. И вспоминает, как они в прошлую зиму убежавшего кабанчика вытаскивали из дров. Настолько он испугался. Эдик пораскинул мозгишками и решил, что лучше ему отопление вообще отключить. А чего? На улице 15 градусов. Зачем оно нужно? Конечно. Но шея у него все-таки перекосила, побаливает. Гульнаска предложила ему платочек повязать. Ну, чем не выход из ситуации, можно и платочком повязать. Пришпандурили подсветку в своем тамбуре. В светофоре ее за 130 рублей покупал. Датчик слежения выкручивает. То включается, то выключается. Надоел уже. А потом хочет вместо этой подсветки поставить какой-нибудь плафончик. Я думаю, ну почему все время надо все откладывать на потом? Ну, сделал бы сразу, так как ему нужно. Ну, а домяны все любят делать по нескольку раз. Собирается заливать полы цементом. Поставил возле порога деревяшку, типа опалубки. Намешал цемент армянским замесом и залил весь пол. А не, не весь, только порожек. Ну что ж, интересненько, что же у него получится. Выровнял этой стяжкой уровень порога с полом тамбуря. Шпателем воду на пороге разогнал во все стороны. Нормально. Ну, а чего от Эдуарда ожидать? Во дворе Гульнаска говорит, уже хризантемы появились, представляете? Почки набухли. А ведь действительно, ребята, такую плюсовую погоду, ведь и деревья стопроцентно зацветут. Как начнет все цвести, а потом бац, морозик, и все побьет. Так что в этом году, скорее всего, будет неурожай. И на этом видео окончено. И следующее видео моего обзора подарки на Новый год. Элина и Милена распаковывают свои подарочки. И здесь я, ребята, была очень удивлена, для чего молодым девочкам, школьницам дарить такую косметику. Например, патчи для глаз. Они вообще рекомендованы к использованию с 25 лет. Да и вообще, зачем молодым девчонкам нужна косметика? В их возрасте она абсолютно не нужна. Вот как им исполнится 20 лет, тогда уже можно начинать. Но здесь я крайне не согласна. Ладно бы у них была проблемная кожа. Например, сухая. Вот в таких крайних случаях еще можно было бы пользоваться кремом, да? Или бы на лице угри были. Для этого есть своя подростковая косметика. Но в этом случае, дети, патчи для глаз, это, я считаю, просто какое-то недоразумение. Здесь у меня вопрос именно к их матери. О чем она вообще думает? Ну а также Элине подарили фломастеры, короб, в который эти фломастеры нужно ставить. Еще такую диковинную для меня вещицу, воскоплав. Ребята, кто знает, что это такое, напишите в комментариях. И для чего он нужен? Свечи, что ли, делать? Для чего нужен воскоплав? Я что-то такую вещицу первый раз вижу. Может мне это тоже нужно? Откуда я знаю? Ну а Милене подарили, наверное, более нужный набор для мастера маникюра. Милена хоть научится маникюр делать. Это же хорошо. Ну и в конце видео Гульнаск рассказывает, что она сделала для своих цветочков вот такую настойку. Запарила лавровые листья кипятком и вот этим растворчиком будет поливать свои цветы. А что у нее из этого получится, мы увидим потом. А на этом мой обзор окончился. Ребята и девчата, спасибо вам огромное за ваше внимание, лайки, комментарии, подписку. Я рада, что нас становится все больше. И желаю вам прекрасного настроения, здоровья. Самое главное это здоровье. Берегите себя. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok